Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В этом году предусмотрено 102,5 миллиона рублей. Органы соцзащиты сейчас начнут рассылать уведомления о праве на выплату. В течение 25 дней на них нужно ответить в случае согласия. Деньги потратить можно на покупку жилья, земли или на ипотеку. Максимальная сумма 130 тысяч рублей. Программа Экономика. Кировские организации взяли на работу 10 бывших заключенных. Об этом рассказал руководитель УМВД по Кировской области Константин Селянин. По его словам, на поддержку работодателей, принимающих людей от бывших наказаний, выделяется из бюджета региона по 500 тысяч рублей в год. 10 трудоустроенных в год, по мнению Селянина, не отвечает потребностям в трудоустройстве таких граждан. Экономика. На 101 ФМ. Налоговая предупредила кировский бизнес о наказаниях за невыдачу чеков. Под предлогом отсутствия чековой ленты кировские предприниматели отказываются от использования контрольно-кассовой техники, но это нарушение закона предупреждает УФНС. Техника должна применяться как положено, а чек, если невозможно выдать его в бумажном виде, должен быть направлен на электронный адрес или на телефон покупателя. Наказание за невыдачу бумажного чека можно избежать только если расчет на кассе будет зафиксирован, а чековой ленты не будет по независимым от продавца обстоятельствам, например, из-за отсутствия в продаже. Но сейчас в продаже она имеется, уверена, в налоговой. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.